Всем привет, с вами Минеральный, и сегодня мы будем продолжать строить нашу империю. Минеральную империю. А вернее, это продолжение выживания 100 дней в зомби-апокалипсисе. Есть такое чувство, что вы где-то это уже слышали. Ну а перед тем, как начать данный ролик, я напомню вам, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк и, конечно же, нажали на колокольчик. Ну а мы будем продолжать. И сегодня я решил, что наш дом очень прекрасен, и его, наверное, следует как-нибудь сломать. Например, вот эти книжные полки. Их что-то слишком много, я живу как будто в библиотеке, и мне захотелось их убрать. На самом деле, мне нравится вот это вот прикольное стекло, которое вот здесь вот черненькое такое, темненькое. Но как его сделать, я не знаю, у меня нет никакого рецепта, поэтому снизу я, наверное, сделаю обычное прозрачное стекло. А вот эти всякие заборы мне не подходят. Но, кстати, я забыл, что для этого-то мне нужен как раз-таки песок, которого у меня не так уж и много, всего лишь 17 штучек. Вот так вот потихоньку я выламываю все заборы, которые у меня были в доме, не знаю, зачем там были заборы, странно. Этот вообще летает, посмотрите на него, наглый какой-то. И давайте будем пробовать сюда вставлять обычное вот такое вот стекло. Ээээ, что-то оно какое-то непрозрачное, да, вы не замечаете, что какая-то разница есть вот между этим и этим стеклом. Я не знаю, выглядит как-то странно, но пускай так будет. Ну и я начал понимать, что мне просто надо научиться делать вот это вот странное стекло. Или это не стекло, это блоки, вообще что это такое? Так, погодите, это вроде как какое-то стекло. Давайте-ка посмотрим, какое стекло нам нужно сделать. Серое, так, а какое оно цветом? Вроде какое-то серое стекло. Так, смотрите, для этого нам нужно обычное стекло и серый краситель. А чтобы нам сделать серый краситель, нам нужно чернильный краситель, или чернильный мешок, и костная мука, или белый краситель. И сделать чёрный краситель что-то очень сложно. Давайте что ли белое стекло посмотрим, из чего делается. Отлично, нам нужно то же самое стекло и просто белый краситель. А белый краситель делается из белых цветочков. Отлично, идём искать белые цветочки. Ну и песок, конечно. Мы же всё-таки хотим, чтобы у нас был прекрасный, красивый, прикольный дом. И знаете чё, меня тут посетили гениальные мысли. А зачем мне делать белый краситель, если вот, допустим, есть светящиеся грибы, и из них можно сделать лаймовый краситель. Ну естественно, из него лаймовое стекло. А оно нам тоже, в принципе, подойдёт, почему бы и нет. Или вот, допустим, где-то я видел, что растут цветочки. Из цветочков ведь по-любому можно сделать множество классных красителей. Вот, например, жёлтый цветочек. Так, погодите, вы видите этот коврик? Обычно эти коврики означают, что там находится какая-то потайная штука. Но это всего лишь осколок жёлтого. Субтитры сделал DimaTorzok Я обобрал вообще полностью до нитки. Вернее, до последнего маленького заборчика. Заборчик-то, конечно, добыл, но, блин, про песочек-то я забыл. Я его нигде не стал искать. О, кстати, у меня тыквы выросли. Ладно, ребят, пойдём в поисках песочка. Ну и сразу сейчас посмотрим, что у нас тут происходит на нашей ферме. А, кстати, грибочки мне пригодятся. О них не стоит забывать. Как хорошо, что они здесь растут. Так, а как добывать тыкву? Просто по ней бить? А, кстати, да. Ой, ладно, тыкву мы заберём. А я не знаю, что с ней правда делать. Вроде из неё можно было сделать тыквенный суп, насколько я помню. Так, ещё у нас свеколка тут подросла. О, а это что такое? Я забыл, что я здесь садил. Всё, понял, это была конопля. Окей, я не знаю, зачем она мне нужна, но пускай растёт. Но с неё, кстати, ещё выпадает волокно промышленной конопли. А волокно это не так уж плохо. Пшеничка у нас ещё не выросла. Она совсем малышка, но у меня уже есть новая. Так что её нужно где-то подсадить. А места, прикиньте, уже нету. Нет, ребят, это, конечно, прикол. А что с этим делать-то? Куда мне садить пшеничку? Ладно, посажу её где попало, но это вообще как бы на самом деле не дело. Ладно, не стоит забывать, какая у нас цель. Нам нужно найти песочек. А где он у нас будет находиться? Ну, примерно в тех местах, где у нас есть водичка, скорее всего. Вот, например, вот это что? Это зыбучие пески. Они могут сыграть роль обычных песков. Погодите, это не зыбучие пески. Это просто глинистая земля. Или вот зыбучие пески. Ну-ка. Да, что-то выпало. Какой-то шматок грязи. Ну, это не песочек. Улиточка. О, панцирь улиточки. А какой с неё может быть профит, интересно? Ладно, потом посмотрю когда-нибудь. Пускай тоже лежит в инвентаре. О, тростник. Тростника у меня как раз таки не было. Давайте заберём его себе. Может быть, он тоже когда-нибудь пригодится? Я нашёл песок. Но вся печаль заключается в том, что я даже не взял лопату, поэтому придётся её крафтить прямо здесь. Благо, крафт у неё не такой сложный, как я думал. Вернее, я знал, какое, не верьте мне. И давайте же добудем как можно больше песка. Хотя его здесь на самом деле немного. Надеюсь, никакие пираньи не водятся в этом водоёме. Да, тут ведь никого нету. Хотя, посмотрите-ка, там вроде кто-то есть. Эй, братан, ты кто? Пресноводный уголь. Это как раз таки тот, которого мы как-то встречали разок. Ну-ка, давайте его попробуем убить. Опа, он умирает всего с одного удара. Ничего себе, какой он слабенький. О, я нашёл сундук. Я нашёл какой-то сундук. Это что такое? Серебряная алебарда, золотой щит и стальной боевой молот. Обалдеть, нам фортануло. За песочком, так сказать, пришли. А, всё понятно, как оно здесь оказалось. Здесь же даже была пометка. А что это такое вообще здесь стоит? О, кстати, у нас сырое мясо угря есть. Прикол. Это лазуритовый блок. Слушайте. Так, мы ещё сможем зачароваться. Это вообще козырно получается. Я что-то даже об этом не думал до этого. О, здесь спрут плавает. Я помню, из чернил делается чёрное стекло. Я хотя не хотел его делать, но... Я и не буду этим заниматься, потому что из одного маленького спрута что вообще можно сделать? Ничего нельзя сделать. О, лодочка. Э, ко мне угрь прицепился. Ё-моё. Я думаю, кто меня дамажит? Что меня дамажит? Фух, у меня уж фаника началась. Ага, под водой нашёл ещё песочка. Но, слушайте, чё-то в этом мире песочка не в изобилии. Да и на самом деле у меня кончается уже еда. Мне кажется, нужно найти каких-нибудь животных. Блин, песок под водой копать вообще не айс. Ну, очень неудобно. Хотя выбора нету. Мы ж хотим себе красивый домик. Вот сейчас бы мне пригодилось подводное дыхание. Где-то я помню, находил его. Как же я его не ценил в тот момент. Чёрт возьми, скоро наступит ночь. Опять мне что ли идти к себе домой? Блин, как плохо, что я не взял кроватку. Сейчас я к себе домой ещё и зомби притащу, скорее всего. Ну, как я и думал, уже зомби начали спавниться. Ё-моё. Эй, а чё у меня дома-то делают зомби? Ты чё, прикалываешься? Ты чё тут забыл? Ну-ка пошёл вон. И быстро спим, быстро спим. Фух, доброе утро. Зомби ещё тут исчезает. Кстати, с него опыт выбыл, надо забрать. И у меня есть стак песочка. Давайте его поставим плавиться. И у меня закончилось дерево. Серьёзно? Я уже забыл, когда на самом деле добывал его. Благо, деревьев достаточно много. Поэтому особо затруднительно это не будет. Ну, вот правда, зомби, конечно, бегут. Слушай, а где твои глаза? У тебя даже глаз нету. А, нет, были. А как он так их закрыл, что я их не видел? Ай, ладно, неважно. Добываем дерево. Ооо, как оно падает. Бдыщ. И сейчас, короче, всё появится. Пау. Действительно всё появилось. Ладно, давайте добудем ещё дерево. Ну, наконец-то, я смогу себе скрафтить досочки. Ну, и, конечно, парочку сундучков. Потому что что-то с ними какая-то проблема. Весь инвентарь опять заполнил. Опять складывать некуда. И, наконец-то, мы можем всё выложить в сундучок. А, кстати, у меня саженец адского дерева есть. Я его так и не решился нигде посадить. Погодите, давайте он будет во главе всего огорода расти. Вот где-нибудь, где он не будет мешаться. Он везде будет мешаться, ё-моё. Вот где-нибудь вот здесь. Ммм, что-то оно не особо похоже на адское дерево. Ну, ладно, когда, надеюсь, он будет большим, он будет походить на него. И у меня ломается алмазный меч. А это значит, что нам нужно восстановить его. Берём два алмазика. Кстати, что-то у нас алмазов мало. Что за катастрофа? Надо сходить в шахту, наверное, будет. И делаем алмазный меч. Вот это решение проблемы. Ну, не, наш алмазный меч очень крутой. Поэтому мы просто хотим его восстановить. Вот так вот. Отлично, теперь у нас целый алмазный меч. Как хорошо, что у меня есть прикольный соседний дом. И у нас уже достаточно много стекла переплавилось, кстати говоря. И мы собирались сделать краситель. Из одуванчиков и маков. Слушайте, я даже не знаю, какой мне лучше сделать. Получится очень много жёлтого стекла и очень много красного стекла. А какой к моему дому подойдёт лучше? А, видимо, никакой. Лучше бы белый или чёрный подошёл. А, можете не отвечать, я всё придумал. Чёрт возьми, наступает ночь. Ладно, это стекло мы сломаем, потому что оно нам не нужно. И на следующий день мы сделаем прикольное стекло. Вот здесь вот прям. А может даже по всему дому, кстати. И вот здесь тоже. И смотрите, какие дела мы сейчас натворим. Мы здесь сделаем красненькое стекло. Ху-ху-ху-ху-ху. Господи, вы посмотрите, насколько это стильно. Правда, ничего в него не видно, но... Немножко-то видно. Ребят, это чистый хайп. Чистый хайп, я не знаю. По-моему, я просто гений. Смотрите, какая крутая красная полоса. Вот, блин, и перестановкой дверей придётся заниматься. И этого, конечно, поворота я не ожидал. Причём самое ещё забавное, у меня будет открываться всего одна дверь. А вторая, видимо, декоративная. Кстати, почему у меня внизу дома просто какая-то ограда? Это что за прикол? Какой-то дом неполноценный получается. Каменные кирпичи то, правда, их не хватает. Вот ещё проблема. Но я знаю, где их взять. Ага, кто внутри кнопки ещё будет делать? Я, что ли? А куда их ставить-то? Они никуда не ставятся. Ооо, вот это круто вообще я придумал. Видимо, вторая дверь у меня будет для выхода. Я не успеваю выйти. Мне нужны нажимные плиты. Фух, домик, ну чё, придётся тебя разобрать, видимо. А вот и нажимные плиты, классно. Только что о них говорил, а они уже здесь. Они как будто меня слышат. Да, я ещё настолько гений, что я решил дом ломать с первого этажа. Мгм. Только до меня сейчас дошло то, что надо, наверное, со второго этажа ломать. Это было бы логичнее. Вот так вот, был дом и нет дома. Ой-ой-ой-ой, уже ночь наступает. Чё-то я зря так засиделся-то. Блин, я чё-то сильно увлёкся разрушением дома. Я даже не кушал сегодня. Ну вообще, даже до этого дошло. Прикиняете? Так, быстро-быстро-быстро заходим и спать. Как я и говорил, здесь ставим нажимные плиты. О, работает всё отлично. Это что такое? Ты кто? Зомби-крестьянин? Ты чё тут делал? Ты как тут заспавнился? Эээ, я такого ещё не видел. Ладно, уже видел. Ну и как я и говорил, да, устраиваем мой домик вот здесь вот снизу, потому что мы набрали очень много каменных кирпичей. Целых два с половиной стака. Да нам хватит весь дом заново построить. А вот и зомби пришли посмотреть на мою тусовочку. Блин, какие-то зомби странные стали. Как будто какие-то бракованные. Так, кто-то постоянно урчит в моём доме. Чё за дела? Кто-то там заспавнился наверху или кто-то где-то в подземелье, может быть, есть? Или это мой живот? О, кстати, да, я совсем забыл о голоде. Наверное, нужно что-то приготовить. Например, сырое мясо угря. Я его раньше не пробовал. Но теперь-то мы его попробуем. Всё-таки деликатес. И я тут подумал, почему бы мне не сделать вот эту вот стенку чисто из книжных полок? Согласитесь, ведь звучит очень хайпово. Тем более, их у нас хоть отбавляй. Ну что ж, хайповые темы нужно воплощать. Ломаем эти полки и их сделаем на место вот этой вот стеночки. Правда, я вот не учёл, что для этого мне нужно очень много дерева. Да и доски нам нужны какого-нибудь одного дерева. А то у меня совсем они разные. Поэтому утром следующего дня я решил, что мне нужно добыть очень много дерева. И поэтому мы отправляемся его добывать, собственно говоря. Ой, ничего, если зомби-спортсмен подлетел ко мне. Ну, а, пошёл вон. Да, в округе я, видимо, вырублю вообще все деревья. Но ничего, если что, потом ещё посажу. Ничего страшного в этом нету. Всё-таки я ещё даже не знаю, какие границы владения у меня будут. О, это что выпало? Хурма? Серьёзно? Погодите, я какое-то хурмовое дерево, значит, сломал. Что? Мёртвое дерево? А из мёртвого дерева можно сделать доски? Нет, нельзя. А как их различать-то? Ё-моё. Это прикол какой-то. Нет, хурма. Вопрос. Почему мне за всю жизнь никто не рассказал, что с дуба выпадает? Хурма? Чё за хурма, блин? Свинки. А это жирок мне пригодится. Всё-таки вдруг зима наступит, и мне надо впадать в зимнюю спячку. А у меня будет свой собственный жирок. Так, ребят, в комментариях научите меня различать мёртвые деревья от живых деревьев. Почему у них вот листва есть. Я ломаю это дерево. А оно мёртвое. Где логика? Почему на мёртвых деревьях есть листва? А где живые-то тогда? Зелёные? Зелёные это ёлки. Это вот точно мёртвое. А остальные-то чё, выделываются просто? Или погодите, наступила уже осень, и они решили, что будут вымирать эти дубы. Я, короче, вообще ничего не понимаю. Крафтим дофига досок. Забираем дофига книжек. Кушаем хурму. Поспим, пожалуй. Ну и наш балдёжный дом мы, наверное, всё-таки достроим в следующей серии. И если вам интересно, что получится, так что вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и, конечно же, нажимать на колокольчик. Ну а с вами был, как обычно, Минеральный. И всем до новой встречи. Пока!